Добрый день! Сегодня с нами в студии Леон Мазин, руководитель общины «Возвращенный на Сион» Хайфа, Израиль. Мы недавно совершенно говорили о взаимоотношении мессианских общин в Израиле, но сегодня пришло время задать вопрос, а каковы взаимоотношения с другими конфессиями, с другими деноминациями? Есть рукопожатные, нерукопожатные, как сейчас вот принято говорить в политической сфере, а вот в сфере верующих людей? Знаете, вопрос, конечно, интересный. Я помню, лет так 8-9 назад приезжала группа христиан из, не помню какого, большого города в Сибири. И меня пригласили сделать для них небольшую лекцию, рассказать то, пятое, десятое. И вначале их пастор встал и сказал, знаете, я рад, что вот Леон пришел, и он нам расскажет. Я вообще люблю межнациональные вещи. И тут он заявляет такую фразу, вот у меня в нашем городе мула друг и равен друг, и мы иногда встречаемся вместе, обедаем вместе, размышляем вместе, разговариваем вместе. И я так подумал, вау, вот это круто! Широта во зрении. Широта страна моя родная, да. Нет, я думаю, что в Израиле межконфессиональный диалог почти отсутствует. И если он находится в состоянии статус-кво, и никто друг на друга не наезжает, то я считаю, что это уже отличное и классное состояние. Понятно, на частном уровне люди взаимодействуют с разными людьми, и ты можешь знать людей и знаться с людьми из ортодоксального сектора, из исламского или христианского, православного, католического. Ну, чисто на обычном, обыденном уровне. Слава Богу, в Израиле есть место всем этим религиозным конфессиям, и все вполне нормально уживаются. Но вот говоря о межконфессиональном диалоге, завтраке, межконфессиональной молитве, я про такие вещи в Израиле не слышал. И повторюсь, хорошо, что оно есть так, как оно есть, без каких-то наездов друг на друга. Потому что, когда это случается в ближневосточном регионе, то часто проливается кровь. Вон, посмотрите, что сейчас делается в Ливане или в Ираке. Это же конфликты, которые между этническими и религиозными группами. Поэтому, пускай Бог хранит нас в состоянии статус-кво, так будет и хорошо, и добро. Ну, это межконфессионально. А межденными надцами? То есть, есть ли, допустим, верующие в ИШО, но католики или православные? Есть некоторые пересечения, очень малые. Я знаю, опять-таки, руководителей мессианских общин, которые дружны с католическими священниками, или с православными священниками, которых здесь тоже немало. Но я об этом вот как бы вот везде и все такого не слышал. Лично я, наверное, менее общительный человек, и поэтому у меня вот с межконфессиональными вещами, наверное, не очень получалось, по крайней мере, до сих пор. Поэтому... Ну, вот, наверное, в этой земле как-то обострено особенно. Я не хочу ни в коем случае говорить чего-то негативного. Есть вещи, касаемые веры, которые они понимают по-другому, мы по-другому. И вы знаете, опять-таки, я сошлюсь на поправку возраста, когда я был помоложе, был поагрессивнее. Я помню, как я был на одном мероприятии в Италии, и я жил в одной комнате вместе с теологом католическим. И как он вызвался поводить нас по католическим святым местам, и я на каком-то моменте увидел, как он молится, и мне показалось, что он молится какому-то святому. Мы вернулись, человек был намного старше меня, и я не мог сдержать свои эмоции. Сейчас бы я их легко сдержал. Но тогда я не мог. Я сказал, как ты такой глубокий верующий человек, и ты молишься какому-то другому? Он сказал, я ему не молюсь. Я прошу его ходатайства в моей молитве к Творцу, чтобы он походатайствовал за меня тоже. Ведь они же все живы. И он сослался на слова Ишуа, которые говорят, Бог называется Богом Авраама Ицхака и Якова, потому что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И они как бы вот в каких-то облаках над нами живут. Я не понимаю так, как он этот момент, но я тогда понял, что есть место и такому толкованию. Поэтому кто я такой, чтобы я нарушал и разрушал веру другого человека? Ни в коем случае этого нельзя делать. Опять-таки мы все проходим какой-то путь. И если ты имеешь главное отношение с Творцом, и ты чувствуешь, как его Божий мир изливается в твое сердце, то вот за это нужно держаться и стараться иметь доброе мнение о других людях. Ну, по крайней мере, стараться. Спасибо. Увидимся скоро снова. Субтитры подогнал «Симон»!